приветствую вас друзья продолжается партия за магадан стоит нам выбрать следующий фокус давайте обратимся к царю чита едва отделенные от нашей территории подными силами родзоевского имеет больше общего с нами чем большинство других варлордов в результате эволюции разнообразных эмигрантских движений и организаций появившийся в хорбине режим опирался не на фашизм она царизм группа белых генералов стоящих за фондом читы подошла к михаилу андреевичу потомку романовых но не имеющему легитимности в качестве претендента на престол и отобрала часть империи ягоды когда она рухнула у нас много общего как в наших идеологиях так и в наших врагах и михаил похоже сейчас готов сотрудничать и наладить более тесные отношения это может быть сложно из-за отсутствия наземного сообщения но это не помешает нам установить контакт с нашими новыми друзьями в чите произойдет событие по претенденту но насчет ягоды это вот у нас такой вот человек здесь есть который раньше контролировал ну почти весь дальний восток в прошлом он являлся главой нквд претендент уважаемому претенденту на русский трон начиналось письмо мы желаем запросить вашу помощь в борьбе против нашего общего врага предателя константина родзоевского нет уж письмо не должно быть таким прямым откоски бросил ручку на стол положил руку на лицо и вздохнул опиревшись пред плечем стол и подперев голову ладонью он уставился на страницу словно ожидая что она сама себя напишет этом стояла кружка чаю его манил его аромат мотковский постучал ногой его нет на это времени впервые за долгое время мотковский поймал себя на том что поправил очки и постучал в ритме пальцами по столу его разуме всплыли тысячи вопросов а что если царисты не согласятся что если условия покажутся им неприемлемыми он с дружью думал о том что будет если обе стороны не будут работать вместе против родзоевского кто-то постучал в двери откоски вместо того чтобы открыть постучал точно также пальцем по столу став с места он прокричал письмо еще не написано уйдите стуки прекратились он взглянул на письмо служил руки и глубоко вздохнув он взял ручку и стал крутить его пальцах думаю что же передать михаилу мы обращаемся на правах нашей старой дружбы написал он не особо раздумывая в рамках анти большевистского фронта как нам всем известно он заметил что пишет все быстрее вскоре он стал и объявил я дописал письмо войдите мы отправляем читу предложение дальше попробуем наладить контрабандные пути самая большая проблема с достижением взаимовыгодных отношений с государством царя михаила заключается в том чтобы найти ответ на вопрос как мы их достигаем мы разработали решение как известно у нас на дальнем востоке населенных пунктов и связи между ними немного и они редки это означает что если мы будем осторожны и внимательно изучим наши пути и графики на самом деле можно создать маршрут или даже несколько из них которые смогут соединить нас читать секретными средствами эти маршруты охраняемые нашими лучшими людьми позволят обеспечить поток оружия и ресурсов в обе стороны и даже перевозка эмиссаров между нашими государствами если мы сможем провести все что захотим читал и из читы это хороший первый шаг преодоление географии и установление дипломатических отношений получим 350 оборудование поддержки 350 противотанковых средств и 350 артиллерии также улучшится немножко наша инфраструктура нам как раз таки нужно это оборудование чтобы вот обучить первую дивизию люди тут будут при помощи решения на обучение войск за 75 полет власти 60 дней почти нам дают тысячу людских ресурсов все остальное пока что произвести мы не можем на двух заводах продолжим поддерживать хорошие связи с царем михаилом у нас реалисты мечеты много общего но есть и разногласия у нас общее прошлое но хотя они уходят своими корнями старые обычаи царской империи наша идеология растекает из нового и свежего движения русского фашизма у нас разделяет вера старых русских генералов и политиков в могущество монарха но это не делает невозможным примирение в этой ужасной обстановке чтобы противостоять общему врагу партии родзеевского мы сделаем шаг демонстрирующий нашу дружбу и уважение к чете приложив с ними пакт о сатурничестве и не нападение если они согласятся у нас даже будет шанс нанести более безопасный удар по амуру вот договор который прислали царисты сказал петлин положил бумагу на стол он попытался подправить свой галстук но суровый взгляд вождя остановил его левую руку однако эти глаза не сожидали манеризм петлина вскоре они были направлены на документ чтобы найти дыры в сделке с царистами которые они могли бы использовать за все это время не прозвучало ни слова от мотковского который иногда поднимал брови и кивал отложив документ в сторону мотковский обратился своему министру иностранных дел петлин сказал он заставил мурашки петлина идти это был конец момент когда вождь выдал свой вердикт хорошая работа сказал мотковский ты произошел мои ожидания перед тем как я это подпишу он взял свою ручку и начал играться с ней если что-то что ты бы хотел добавить нет ответил петлин рука мотковского ловко расписалась на документе готова он положил ручку и встал отправь это представителям царистов и скажи что вождь принимает условия и смерти радзиенскому стал перед петлином он протягивает ему руку я ценю то что у меня есть хотя бы один компетентный человек на которого можно положиться улыбка редкое явление для мотковского петлин пожал ему руку да конечно я сделаю все что как вы скажете ваша похвала это высшая честь для меня мотковский похлопал его по плечу и это все за один день петлин развернулся и пошел туда откуда пришел факт о ненападении мы получим с этим забайкальским княжеством дальше давайте обратим еще немножко нашего внимания в сторону наших американских гостей возьмем старые деньги российская фашистская организация фашистская политическая группа вансьяцкого является домом для некоторых из самых богатых спонсоров в рамках русского эмигрантского сообщества теперь когда у нас есть его поддержка про направить средства которые они предоставили на более высокую цель чем вечеринки и собрание на земле который никогда не будет их домом сыновья и дочери россии в америке больше не будут растрачивать свои деньги партийными функционерами легкомысленные вещи теперь они поддерживают реальные движения рфа будет направлять свои деньги из америки через беринга в пролив в форме твердой валюты или даже оборудование будь то военного или промышленного получим немного стабильности и политвласти пограничных конфликтах постепенно набиваем добычу и закрываем возможности по улучшению нашей жизни также давайте попробуем интегрировать наемников демники которых привел вербл приезжают наших нынешних солдат как же им не быть после мировых войн они возможно являются самой элитной силой на дальнем востоке превосходя даже остатки красной армии которые есть у красных до сих пор они доказали что являются цельным активом для мотковского и хотя их лояльность зависит от их заработной платы они вполне могут стоить своих денег однако из-за их независимой природы эти наемники действовали вне командной структуры только выполняя приказы своих командиров и как правило отказывались сотрудничать за исключением прямых приказов самого мотковского эта практика должна прекратиться интегрируем наемников рядовых наличие лучших навыков не означает что человек освобождается от подчинения начальнику сотрудничество с таким наемником как варбл может быть неприятно для некоторых россиян но день когда россия сможет выстоять самостоятельно еще далек получим опыт армии и варбл получит каких-то интересных друзей операция вмешательства порт магадан один из крупнейших военно-морских объектов россии до сих пор не оккупированы иностранными врагами когда позволяет погода корабли российские или нет регулярно останавливаются по многим причинам однако у порта есть еще одно примечание стать получателем американского оборудования и материалов тем образом наш лидер мотковский разработал план сделать предложение от которого сша не откажутся когда находится довольно близко к японским домашним островам которые находятся прямо через охотское море и радарная станция здесь даст нашим будущим союзникам возможность шпионить за своими заглядными врагами с более близкого расстояния возможно это заставит их понять преимущества которые мы можем предложить и они наконец захотят нам помочь получим одну единицу верфей 2 единицы военной базы и будет построена радарная станция первого уровня white mouse вербол взглянул на свои наручные часы осталось 20 секунд до 10 часов вечера по сибирскому времени он поставил радио перед собой он уже готов передавать сообщение и все же перед тем как продолжать связь он признал всем выйти из комнаты так как предпочитал быть наедине хоть сама тема конфиденциальной не было он предпочитал все сохранить в тайне эта ночь особая так как сейчас он выходит на связь со своей старой подругой ну если она выйдет в то же время по расписанию осталось 10 секунд вербол потер пальцами виски эта сибирская операция оказалась не из простых откоски показал что пальцы ему в рот не клади вербол усмехнулся этот чертов засранец еще доиграется осталось две секунды пальцы уже на колесике как только настало 10 часов он начал крутить его правой рукой искал частоту на которой она вышла после чего остановился нужный без труда он наклонился к микрофону и начал говорить white mouse сказал он нетерпеливо дожидаясь ответа ты тут ты опоздал послышался добрый материнский голос наверное с возрастом ты стал медлительным она засмеялась вербол усмехнулся по ту сторону была white mouse одна из тех британок у которых была воля сражаться войне и у которых это хорошо выходило она оставалась побратимом и во времена когда американцы утеряли свой факел свободы свалившись словно со ступенек позору рада тебя видеть wizard он видел ее уверенную гордую улыбку через радио волны аналогично mouse ответил вербол откинувшись назад на спинку кресла и поставил себе на грудь микрофон каково в камчатке такая же странная помойка он ощутил ее хмурый взгляд на себе за языком следи wizard сказала она и вздохнула вообще да здесь нечего ловить желаешь связаться с дядей сэмом ты даже лучше меня это знаешь сказала она я знаю что ты ушел в любительскую деятельность и все такое но у об извини у цру есть для тебя предложение забудь об этом сказал он надувшись и заблуждайтесь он любил никсона ведь лишь хороший американец сможет вновь сплотить америку а не какой-нибудь трусливый либерал который нудит о мире земле и хлебе коммунисты долбаные он не мог успокоиться я все еще помню как работал на безголовых ублюдков white mouse на него шикнула мы учили твои пожелания она изложила ему их план он раскрыл глаза ну и план сказал смеясь у вербол новые безумные ублюдки в тени растут еще немного опыта армии уже больше 50 у нас есть бургундия наконец-то сделала это швейцария нам сообщает что они заметили колебания земной поверхности ягода победил саблина и набирает силы а на ближнем востоке италия победила в турецкой войне у них здесь установилась запретная зона для войска берем последний фокус из этой большой группы разделяй и властвуй сегодня как мы отделились у сторонников жесткой линии рфп силы разъевского о море были самой большой угрозой нашему выживанию никакая другая граница не охраняется так тщательно как наша южная и ситуация там нередко перестает в рейды и стычки пограничных гарнизонов теперь когда мы нашли союзника в чите мы можем продемонстрировать силу а также проверить наши возможности мы найдем идеальный момент для удара и тогда мы проведем рейд более крупный чем любой другой который мы начинали царисты помогут отвлечь армию разъевского на юге и мы надеемся улучшить свои позиции в промервших землях восточной сибири у амура произойдет событие на саботаж боже хранить дядю сэма мэйсон нервничал пусть он и американский агент которого обучили и формальному и разговорному русскому он никогда непосредственно не взаимодействовал солдатами и тем более не проводил инструктажи и не объяснял как пользоваться американским оружием он ухмельнулся в этом всем была какая-то ирония несмотря на то что он получил образование в одной из самых успешных стран мира мэйсону приходится общаться в глубинке с безграмотными русскими фашистами прохладный леденящий утренний вечер усиливало ощущение некого волнения и радости в крови тренировочная площадка была практически пустой лишь под ногами бегала ко всякая мелкая живность про него начал говорить офицер из славной страны америки начал он мэйсон прибыл и потом продолжил его расхваливать и рассказывать прочие формальные детали но он понимал что чтобы его слушали солдаты должны его уважать он поймал пару солдат на том что они с интересом разглядывали его снаряжение мы сон не считал его каким-то особым учитывая что он видел работая в агентстве но опять же суть культурных и технологических различиях после пары напряженных минут которые будто длились по часу каждая достала его очередь он начал двигать языком и достал из далеких закромов язык который он так давно последний раз использовал привет сказал он как сказал офицер меня зовут мейсон он схватил м1 грант и опер его против плеча это грант ты сказал он указал на случайного солдата из толпы постреляй из оружия и посмотри насколько быстро ты сможешь он прицелился в мишень вдали солдату приходилось каждым выстрелом доставать кассеты порой он бил ружью кистью до тех пор пока она снова не работала а теперь смотри он прицелился с гранта и выстрелил восемь раз подряд и только затем ружье зазвенело он отложил их ружье в сторону задней частью на пол вот вам американская огневая мощь сказал он изумленным фашистом вопросы получаем 350 снаряжения и 350 противотанкового снаряжения продолжаем укреплять наши позиции старисты чуть-чуть согласились на временное примирие и не даже готовы сотрудничать в ограниченном объеме американцев удовлетворили наши обещания реформ а также биль о правах обнародованной магадане и разусланы американским агентством из-за границы поддержка мигрантов стала нашей поскольку вансяцкий соизволил присоединиться к нам в крестовом походе за освобождение нашей священной родины наша позиция тверда и надежна пришло время закрепить эти преимущества поскольку идеи матковского охраняются на дальнем востоке прежде чем партия магадане приступит к выполнению своей священной задачи возможно пора остановиться и дать некоторое время остыть результатом этих договоров посредства из-за границы потекут в казну партии американская поддержка обеспечит стабильную прибыль ограниченное сотрудничество с царскими властями в чете будет продолжаться поскольку мы совершаем набеги на сторонников разъевского с обеих сторон вскоре матковский использует все что он приобрел для своего следующего шага сибирской армии получим еще стабильность и произойдет событие радио магадан радио свободный магадан эфир номер 45 сибирские охотники уселись вокруг стола на столе стояла радио американского производства и на батарейках они в на простом электричестве они его раздобыли у довольно подозрительного торговца который продавал американские продукты магаданском порту тем не менее поверхность этой штуки сияла от полировки заметный американский манер приукрашать дешевые вещи так чтобы те выглядели словно предметы роскоши они настроили волну на радио свободный магадан в частоту которого прежде бережно записали на клочке бумаги музыкальная подборка была уже получше они как всегда играли патриотические русские песни а сибирские охотники кое-как подпевали им и в мучали мелодию так как и приблизительно не знали слов вместо того чтобы отключить полностью ведущие просто сделали музыку потише и начали ток-шоу добро пожаловать на радио свободный магадан прозвучал уже знакомые хриплый голос все еще чмоканье но уже не настолько заметным ваш единственный источник новостей на давнем востоке я тут со своим соведущим василием привет послышался мягкий баритон и в его голосе ощущалось уже реальная радость сейчас очередная холодная сибирская ночь вы не волнуйтесь рсм все еще будет с вами какая у нас тема сегодня сергей своих руках я держу воистину гениальное американское изобретение господин василий дезодорант действительно потрясающе сергей открыл дезодорант изо всех сил пытаясь открыть как можно громче щелк чувствуете этот запах господин василий и что же он делает сергей так вот что он перекрывает запахи тела сергей сделал небольшую паузу словно он наносит его себе на кожу этот дезодорант привезенный из америки должен подойти всем вам сибирскими дикарям в лесах настало молчание господин василий почему вы так на меня уставить 10 процентов стабильности мы получим кажется им еще следует поработать и над презентабельностью не знал что дезодоранты добавляют стабильность когда начинаем выполнение фокуса на сибирскую армию соглашение которое мы заключили за иностранными державами наемниками и царистами пили нам драгоценное время и дали нам возможность дышать теперь партия может обратить взор на главное средство от своей священной задачи армию хотя партия не является пацифистской организации и и боевое крыло пока состоит только из стажеров и ополченцев набранных с улиц и окраин магадана учитывая что оружие либо грубые либо не функциональные если наступление на запад произойдет нам нужно преобразить их в настоящую профессиональную армию получим события прогресс и еще стабильность и опыт армии тут нам говорят что есть несколько вариантов чтобы мы могли по ним пройтись это вот эти три либо использовать местное ополчение либо пригласить американские войска либо использовать методы варбала для обучения наших сил использовать его наемников по этому пути именно мы и пойдем то время как другие выступают за национальную армию с разными подходами к ведению войны печально известный наемник варбал представляет пожалуй самый смелый план реформирования вооруженных сил магадана он предлагает армию которая обязана не какой-либо национальной принадлежности а только деньгам и оплате не по самой высокой цене он хочет чтобы армия страдать без границ прибывшая со всего мира сражалась за самое выдающееся дело свободы по эту сторону сибири мотковского хотя мотковский польщен он сомневается в его идее если мы решим пойти по этому пути мы будем приглашать всех наемников которых сможем с помощью ликвидных денег наших благотворителей в америке партия позволит своим нынешним формированием существовать в их нынешнем виде и пополнять или расширять их наемниками по мере их появления возможно это самый радикальный путь реформирования армии решение продолжить идти по этому пути не следует воспринимать легкомысленно хотя это необходимо для нашего предприятия многие в самой партии сомневается в добрых намерениях у арбала да все нормально будет чего переживать усилит влияние у арбала и мы получим семь с половиной тысяч людей также тут стоит сказать пришли к нам уже новые генералы вот есть нэнси вейк какой-то джон питерс чайоки и кеда японии что ли другие разные ну и сама варбал может быть фельдмаршалом мы также свои войска перетягиваем немножко в сторону тихого океана тут сейчас будет у нас начинаться ограниченный конфликт против амура прогресс через пару месяцев с момента внезапной проверки мотковским магаданского гарнизона положение дел там на удивление пошло в гору генералы и администрации правительства взяли на себя вопрос улучшения боевых навыков сил рфп ответ прост дежурно сказал старший офицер когда мы осознали что не имеем возможности призывать армию наших граждан мы наняли солдаты за рубежа действительно наемники и военные советники государственные и не только стали медленно но уверенно стекаться в обледеневшем магаданском порту с целью помимо замены откровенно слабых призывников мотковского и их тренировки жесткой и болезненной но профессиональной и действительной мотковский после 2 внеплановой как и первые инспекции войск вновь собрал у себя генштаб на конференции они все разволновались что результаты этой инспекции показали недостаточно хороший результат по сравнению с первой а потом у нас начали нервно крутить ручки доклады это дело смотря по сторонам кто куда но не на мотковского когда все собрались вождь начал говорить после этой второй инспекции доложил он непоколебимым тоном хочу похвалить всех находящихся здесь многие удивились и знаю что поставленная перед вами сдача была непростой и пусть мы далеки от идеала я доволен нынешним прогрессом евреи в ливанте берут вверх над итальянской администрации и создают государство израиль мы давайте начинаем райт они отказываются на выплачивать и завязывается бой четыре наших дивизии против одной вражеской ну и рейд конечно же успешный произойдет событие ностальгия мы разгромили врага и совершили успешный набег на их склады запасы и гарнизоны мы разрушили все что не смогли использовать также мы нашли статую пережиток прошлого которые мы все еще можем использовать чтобы вспомнить старые добрые времена эх ностальгии 75 полит властью ничего себе пополняется фокус на наемников возьмем дальше солдаты без границ откровский принял решение вар был теперь свободен в реализации своей программы реформирования армии все постоянные подразделения партии которые настоящее время и находятся под его контролем будут продолжать существовать будут объединены с наемниками которые скоро прибудут со всего мира мотковский считает что вар был оправдывает указанное ему доверие и армия солдат без границ в короткие сроки станет самым спиртоносной силой на дальнем востоке получим национальный дух солдаты без границ который немножко снизит организацию дивизий но при этом улучшит восстановление этих дивизий на 10 процентов и атаку также на 10 процентов мы теперь можем закупать американские грузовики ну давайте закупим дешевое достаточно решение да в этих местах очень бы пригодились моторизированные части чтобы быстро занимать пустые регионы и окружать фаражерские дивизии закупим еще немножко американских винтовок приехали новые члены армии мотковского прислушиваясь к призыву вар был ок оружие в дальневосточных уголках россии на наших берега прибыло беспрецедентное количество наемников готовых построить новую армию теперь вопрос не в цифрах а в том как вооружить этих профессиональных солдат хотя сибирские заводы делают все что их силах дефицит оружия и материалов остается счастью у вербала есть план знает преступный мир и преступный мир знает его поэтому сделал несколько одолжений смазал несколько ладоней он способен восполнить нехватку оружия также остров мадагаскар погружается в хаос войны даже немцы с немцами здесь воюют также евреи видимо которых сюда выселяли возможно был такой план у немцев выселить на мадагаскар еврейское население видимо в этой вселенной он был реализован теперь попробуем достать еще грузовиков обещанию вербала принесли свои плоды казалось бы ниоткуда оружие материализовалась для поддержки дела мотковского причем настолько низкими темпами что это почти невыгодно хотя его мотивы до сих пор остаются загадкой он не представляет угрозы пока однако дефицит остается и хотя он не так серьезен как раньше было бы разумно сохранить склад оружия на черный день а в сибири идет дождь большую часть времени если не идет снег как фокусник вытаскивающий из своей шляпы одну уловку за другой барбал может предложить мотковскому другое решение проблемы дефицита узнает маршруты контрабанды в беринговом проливе не находясь под наблюдением остатков советского флота и слоцированного в настоящее время на камчатке суга он также знает пути в японской маньчжурии скрытые от узора японской империарской армии он считает что этих маршрутов будет достаточно чтобы покончить с проблемой нехватки оружия которые сейчас преследуют нас нас нет другого выбора кроме как слушаться его оружие то у нас уже достаточно много только вот людей не хватает чтобы вооружить их этим оружием японскую империю настигает экономический кризис мужчины спокойно стояли и ждали своей очереди спрыгнуть моста секретарь токийской биржи японцам пить не дай яда и с собой покончить они любители этого дела остается у нас последний фокус но выполнение его давайте мы оставим на следующую серию в этой будем прощаться благодарю вас за внимание всем пока до новых встреч до новых встреч